МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир Абхазского телевидения продолжает. Русская служба новостей. Добрый вечер в студии Алиса Шамба. В начале выпуска коротко о главном. С рабочим визитом по строящимся объектам российский министр Лев Кузнецов в Абхазии. О состоянии железнодорожного полотна, о летних маршрутах, о реконструкции вокзала. Актуальный репортаж программы. Собрали средства на лечение детей. Итоги благотворительного забега в Сухуми. Сегодня в Абхазию с рабочим визитом прибыл министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов на государственной границе. Его встретил премьер-министр Абхазии Лев Кузнецов. И Беслан Борцес осмотрели объекты, восстановленные в рамках инвест-программы 2015-2017 годов. И посетили объекты, к восстановлению которых только приступили. С подробностями наши корреспонденты. Первый объект – Гагарская средняя школа номер один. Здесь полностью демонтировано старое строение. Сейчас ведутся работы по вывозу строительного мусора. В ближайшие дни начнется строительство новой, соответствующей всем современным требованиям, школы. Бюджет работ составляет 371 миллион рублей. Следующий объект – Лыхненская средняя школа имени Платона Шакрл. Восстановительные работы здесь ведутся уже около недели. Изучаем объект в очень плачевном состоянии. С 1982 года здесь никакие работы не проводились. Панели все расшатаны, все кривые, ригеля кривые. Все приходится ровнять. Очень много сюда надо приложить усилий и средств. Экспертные должны приехать завтра. Будем изучать, где-то какие-то узлы усиливать, где-то как-то ровнять. Будем положение как-то выходить. Беслан-борцец и Лев Кузнецов ознакомились с ходом работ. Генеральный подрядчик стройки – Гудаута-сервис-строй. Лыхненская школа после восстановления будет полностью соответствовать стандартам 21 века. И это во многом зависит от людей, которые будут здесь трудиться, отметил Лев Кузнецов. Чтобы, знаете, была школа, как люди здесь приходят в храм, так же и приходили в школу, и это было того же уровня. Дай Бог, чтобы так мы смогли. На время строительных работ дети, которые здесь обучаются, будут распределены по другим школам, так как находиться здесь небезопасно. По окончании ремонта школа сможет принять более 600 учащихся. Беслан-борцец и Лев Кузнецов осмотрели спортзал и классы школы, в которых до сегодняшнего дня не прекращался учебный процесс. Лев Кузнецов выразил пожелание, чтобы в новом спортзале постелили специальное современное покрытие. Как подчеркнул Лев Кузнецов, деньги выделены, но сейчас в России очень большая конкуренция за лимиты, и очень важно их максимально освоить. Вы знаете, у нас в России проектный подход, здесь мы видим именно такая структура нашей программы. И строители тоже говорят и понимают ответственность, поэтому пожелаем успехов всем нам, для того, чтобы не подвести президентов, которые приняли решение, договорились, и опять же максимально выполняют все для того, чтобы республика развивалась. Нам оказано доверие, лимиты увеличены, и наша с вами задача при контроле этой ситуации, чтобы лимиты были освоены правильно, качественно и в срок. Я думаю, что этот результат, который ставим мы все перед собой, будет достигнут. То, что значение имеет школа, что была проблема очень серьезная с условиями здесь образовательного процесса, мы все это с вами сегодня посмотрели, и строители нас заверяют в том, что в установленные сроки всю ситуацию они улучшат, школа будет современная, оснащенная по всем последним требованиям. Далее Беслан-дворцы Целев-Кузнецов направились в Сухум. Ирина Аршба, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. В столице глава правительства Беслан-дворцы Целев-Кузнецов показал гостю здание Верховного суда. Несколько лет назад здесь были лишь разрушены останки строения, а внутри росли деревья. Реконструировать здание решили еще в 2012 году. Составили проектно-сметную документацию, согласно подсчетам на восстановление объекта понадобилось 88 миллионов рублей. Деньги были выделены еще в рамках комплексного плана социально-экономического развития Абхазии. Какая у нас степень готовности? В принципе, мы практически закончили. Планировали рабочую комиссию буквально на той неделе провести. Мебель сейчас доставляем. И, надеюсь, с 1 сентября они уже не так договаривались по седанию и суда, что где-то до садных чисток они придут, уже расставятся сами, как им нужно. То есть в сентябре они уже... Да, уже как бы... В сентябре они уже именем расположен. Да, на согрешение. Около 2000 квадратных метров полезной площади, два центральных входа, более 100 кабинетов, три зала судебного заседания, отдельный въезд для спецмашин, система вентиляции, видеонаблюдения, пожарной безопасности и, конечно же, панорамная крыша. Все это уже завершенные работы. Внутренняя отделка выполнена в евростили. Лев Кузнецов и Беслан Борциц пообщались со строителями, осмотрели здание и увиденным остались довольны. Следующий объект – Абхазский государственный университет. На главной аллее гостей встречали сотрудники АГУ во главе с ректором Олегу Гварами. Министра по делам Северного Кавказа интересовали нюансы процесса строительства. Олегу Гварами и представители УКС ответили на все вопросы и показали Льву Кузнецову, пока еще не готовы к сдаче университет. Ремонтно-восстановительные работы здесь идут с 2010 года. Объект реконструируется в рамках инвестпрограммы. Сами работы были поделены на несколько этапов. У нас просто оснащение на 2018 год запланировано, в районе 39 миллионов. Это инвентарь, мебель, лаборатория. Нет, нам про СМР мы говорим. СМР мы планируем к сентябрю закончить. На сегодняшний день вот это вестибюль остался. У нас по плану что по СМР в этом году? Вестибюль, библиотека? Все полностью заканчивается. Все оставшуюся работу планируется завершить к сентябрю. Но, как оказалось, есть еще ряд нерешенных вопросов. Это финансирование материально-технических ресурсов, связанных с оснащением кабинетов, мебелью и оборудованием. Выслушав все пожелания руководства университета, Лев Кузнецов обратился к строителям с настательной просьбой сдать объект к новому учебному году. В российскую инвестиционную программу по реконструкции государственного университета входит и ремонт одного из корпусов общежития для студентов. Он расположен недалеко от вуза. Отремонтированный корпус рассчитан на 250 мест, но работы по его запуску пока еще не завершены. Объекты очень важные, но мы видим, что есть еще над чем трудиться. Поэтому сейчас, я думаю, все-таки после посещения строителей, осознавая социальную значимость, и то, что действительно это история республики, максимально постараются сделать их в нужный срок. Потому что ложка дорога к обеду. Но, видите, вопрос второй по оснащению. Поэтому сейчас мы обсудили еще, я думаю, в рабочем порядке, в кабинетах все-таки попытаемся найти модель. По крайней мере, попытаемся сделать, чтобы, имея гарантированный лимит 2018 года, эта программа утверждена, найти поставщика, который бы мог с рассрочкой платежа всего лишь до января месяца поставить уже в этом году. И действительно, чтобы здания не стояли после того, как выйдет отсюда строители, а полноценно приняли и аудитории студентов. А эти помещения тех ребят, которые будут учиться, но у которых приехали из других районов, и, соответственно, будут здесь жить, мы им создадим условия, чтобы они могли получать качественное образование. В течение первой половины дня Беслан-Борцец и Лев Кузнецов осмотрели ряд объектов. В части из них строительство уже завершено. В других же напротив, работы только начинаются. По словам главы правительства, российская сторона гарантирует, что средства будут без задержки поступать в Абхазию, согласно утвержденным лимитам инвестпрограммы. Строение, которое мы посмотрели, да, и будем в дальнейшем отслеживать. Я думаю, что со своей стороны гарантирует, что те авансовые платежи, которые поступили, и последующие закрытия, все пройдет в тех лимитах, которые были утверждены и поддержаны Минкавказом. В дальнейшем это все нашло свое отражение межправками. Я уверен в том, что все те проекты, все те объекты, которые мы намерены реализовать в этом и последующих годах в рамках инвестпрограммы 17-19 будут реализованы. Далее в зале заседания Кабинета министров Беслан-Борцец и Лев Кузнецов провели встречу в расширенном составе. Пользуясь случаем, хочу лично и вас поблагодарить за то, что все наши заявки на увеличение лимита финансирования на этот и последующие годы в рамках инвестпрограммы 17-19 нашли полную поддержку лично с вашей стороны, со стороны Минкавказа в целом. В конечном итоге это все нашло свое отражение на межправкомиссии, финансирование по этим объектам началось. Вы видели масштабы работы, вы видели темп работы. И уверен в том, что ваш следующий приезд, когда мы уже пройдемся по тем объектам, которые мы начали реализовывать уже в рамках 17-19 года, результаты будут хорошие. Действительно, мне первое очень приятно отметить, что, наверное, ключевое отличие этого этапа инвестпрограммы от предыдущих заключается в том, что под каждый проект мы сегодня имеем уже согласованную, прошедшую, где надо госэкспертизу, документацию. То есть мы понимаем все технические решения, мы понимаем и сметную стоимость проекта, и, соответственно, понимаем период времени, за который он должен быть реализован. Я уверен, что это вот тот главный кирпичик, на который потом уже будет строиться здание. Отрадно, что очень за короткий промежуток времени после принятия решения действительно и в стройке всегда важно. Без торможения начались уже практически этапы реализации программы. Думаю, что все, что запланировано в рамках нашей совместной работы, будет выполнено. На совещании были подведены итоги проверки объектов, включенных в инвестиционную программу содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия. Сегодня же президент Республики Абхазии Рауль Хаджимба встретился с Львом Кузнецовым. Российский министр по делам Северного Кавказа отметил мощное, по его словам, начало строительного сезона в рамках инвестиционной программы. Лев Кузнецов выразил удовлетворение тем, как за короткий срок была организована практическая работа. «Задача у нас амбициозная на этот год. Нам совместно нужно освоить больше 2,5 млрд рублей за оставшиеся полугодия. Это объекты очень важной социальной направленности», – отметил Лев Кузнецов. Как подчеркнул российский министр, впервые мы имеем по всем объектам этого года и больше половины следующего года подтвержденную и прошедшую по всем необходимым стандартам проектно-сметную документацию. Такого никогда не было. Как подчеркнул Рауль Хаджимба, хотя работы и начаты с опозданием, нет сомнений, что все проектно-сметные документации, которые требовали особого внимания, прошли соответствующую экспертизу и достаточно жесткую контрольную работу, что дало определенные результаты. Президент выразил уверенность, что месяцы, оставшиеся до конца года, будут плодотворными. Заместитель министра иностранных дел Абхазии Олег Аршба побывал в Белгороде с частным визитом. С собой он повез частицу земли с могилы Дмитрия Чепенца, героя Абхазии, белгородца, погибшего в отечественной войне народа Абхазии. Сюжет об этом был показан на белгородском телевидении. Предлагаем его вашему вниманию. Последняя просьба героя выполнена. В Белгород с частным визитом прибыл заместитель министра иностранных дел Абхазии Олег Аршба. С собой он привез частицу земли с могилы Дмитрия Чепенца, нашего земляка, погибшего при выполнении спецзаданий во время Отечественной войны в Абхазии в начале 90-х. 24 года Дмитрий официально считался пропавшим без вести. Юлия Артемова продолжит. Герой Абхазии майор Дмитрий Чепенец. На каменном надгробии точно указана только дата рождения. Дата смерти – июль 93-го. Тогда командование одного из полков республики получило специальное секретное задание. Группа из 15 человек должна была пройти сложный маршрут через горы в ущелье и уничтожить нужный объект. Дмитрий Чепенец отвечал за проведение взрывных работ. Остальные в отряде были по сути простой группой поддержки. Электрики, водители практически без военного опыта. Пройти незамеченными не удалось. Завязалась перестрелка. Дмитрий отвел отряд в сторону и взял огонь на себя. Он как будто знал, что этот подъем в горы станет для него роковым. Перед тем самым боем на оборотной стороне фотографии дочери Дмитрий Чепенец написал «В случае моей смерти прошу похоронить меня в освобожденном Сухуми». Тело Дмитрия Чепенца осталось на территории Грузии. Долгое время доступ к этому месту был затруднен. И 24 года он официально значился пропавшим без вести. Олег Аршба сегодня замминистра иностранных дел Абхазии, в то время командир батальона Восточного фронта, пообещал исполнить последнюю просьбу Дмитрия. Переговоры с Грузией шли долго и мучительно. И все же останки были найдены и доставлены в Абхазию. С воинскими почестями останки героя перезахоронили в Сухуми. 28 июля 2017-го. Предположительно, в день его смерти. Здесь, в Белгороде, родители так и не дождались последней вести о сыне. Я приезжал сюда в 2013 году. Я встречался с родителями Димы. Я им тогда обещал, что я непременно к ним еще раз приеду. И землю с могилы Димы я сегодня привез сюда, чтобы их души воссоединились. Рядом с могилами отца и матери памятник сыну, герою Чепенцу. Сюда пришли участники локальных войн и боевых действий. Минута молчания и цветы к надгробиям. Олег Аржеба аккуратно сыплет абхазскую землю с могилы Дмитрия в гробнице и его родителей. Теперь их души навсегда вместе. Юлия Артемова, Андрей Павленко, Вести Белгород. О состоянии железнодорожного полотна, о летних маршрутах, о реконструкции вокзала. Об этом актуальный репортаж программы. Миллиард рублей – это всего лишь примерная стоимость полной реконструкции Сухомского вокзала. На восстановление одной только кровли нужно больше 30 миллионов. Но таких денег у государства нет. Вокзал, к сожалению, вы сами видите, в каком состоянии. И, к сожалению, он не один такой вокзал. У нас практически все вокзалы железнодорожные находятся в таком же плачевном состоянии. Ну, нужно что, правительство хочет нам помочь, но как и изыщут резервы финансовые, потому что это большие затраты. Но, с другой стороны, это и лицо нашей страны. Так что, начиная от Сандрюша, практически все вокзалы надо восстанавливать. Но даже при таком состоянии вокзал продолжает работать, встречать и провожать гостей города. Полноценное движение поездов возобновилось еще в 2004 году. С тех пор, с каждым годом, пассажиропоток увеличивается. 23 вагона – это максимальное количество пассажирских вагонов в составе. На сегодняшний день в Абхазию с одним составом прибывает 16-17 вагонов. У нас в летнем графике движения поездов задействовано 5 пар поездов. Значит, это два московских, один Санкт-Петербург, Белгород и вот новый маршрут, открыт в этом сезоне – это Самара. Останется только московский состав. Помимо поездов входят и электрички, к примеру, Гагра-Адлер. При этом, как отметил Игорь Маргани, пригородное сообщение нерентабельно. С каждым годом пассажиропоток идет на спад. То, что касается пассажиропотока на поездах, он в среднем выдерживается ежегодно. Ну, сейчас идет с небольшим увеличением. То, что касается электрички, то по анализу с 2015 года, по сегодняшний день у нас практически наполовину сократился пассажир. Если у нас в 2015 году, допустим, в этот день было за тысячу чем-то пассажиров, то сегодня у нас 339, если по последним данным брать. В прошлом году было 600 с чем-то. Вот идет сокращение на пригородном сообщении. Что касается самого дорожного покрытия, то, как говорят специалисты, оно в удовлетворительном состоянии. И нам помогает северокавказская дорога. Значит, мы загоняем сюда и пути измерителей, и лаборатории, которые нам показывают состояние действующего пути. И на сегодняшний момент идет такая схема каждого метра пути, и потом по ним мы принимаем решение, где надо подправить, где что-то надо сделать. Делаем ограничение скоростей, где положено до того момента, как мы восстановим этот участок. Так что, ну, работа идет ежедневная. Не могли мы обойти вопрос, связанный с разговорами о возможности открытия сквозного железнодорожного сообщения России и Грузии в Армению через Абхазию, который очень активно обсуждается сегодня в обществе. Нам пока никто не обращался. Это вопрос политический, скорее всего, это через политическое руководство страны, если там что-то. Вам никто ничего? Нет. Мы исполнителями возим людей. Несмотря на все сложности, руководство Абхазской железной дороги в силу своих возможностей содержит территорию вокзала в чистоте. Газоны пострижены, лампионы подчинены. Но вопрос остается открытым. Архитектурная особенность Сухомского вокзала не вызывает сомнений. Его величественная красота, даже будучи в полуразрушенном состоянии, притягивает взгляды. Но его помещения продолжают оставаться за металлическим забором. И как долго он так простоит, неизвестно. Рината Шакай, Беслан Джинджоли, Абхазская телевидение. 23 июля в Сухуме стартовал первый благотворительный забег «Бежим со смыслом», посвященный Дню государственного флага Республики Абхазия. Более 300 человек приняли участие в забеге, организованном послами доброй воли Абхазии, администрации города Сухум, столичным комитетом по вопросам и молодежи спорта, беговым клубом «Спорт Апсна». Об итогах акции в репортаже наших корреспондентов. Основная цель акции – это сбор денежных средств от взносов участников, которые будут направлены на помощь детям, подопечным КБ Фашана. По информации организаторов, в забеге приняли участие 323 человека, из общего количества зарегистрировавшихся – 450. Организаторы благотворительного забега признаются, что участников было бы гораздо больше. Коррективы внесла погода. Однако, несмотря на это, была собрана сумма в 250 тысяч рублей. Наш забег прошел великолепно, еще лучше, чем мы ожидали. Было очень много людей, несмотря на то, что погода внесла некоторые коррективы в наши планы. Пришлось нам перенести забег на час из-за большого ливня. Но, тем не менее, очень много желающих пришли, несмотря на погодные условия, и большое количество людей поучаствовало в забеге. В забеге приняли участие также представители Министерства экономики, спутник Абхазии, бегового клуба «Спорт Апсны», российская седьмой военной базы, а также приглашенные гости, в частности, депутат Госдумы России, олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту Светлана Журова. Победителям вручили подарки от спонсоров. В целом, кажется, что у нас получилось создать новый способ благотворительности путем привлечения людей к здоровому образу жизни. В принципе, мы ставили перед собой цель сделать именно это. И по сути, по результатам мероприятия, на наш взгляд, именно это и произошло. И надеемся, что подобные спортивные массовые мероприятия станут доброй ежегодной традицией. Активность, связанная с благотворительностью в Абхазии, только набирает обороты. И здоровый образ жизни становится популярным трендом, как среди молодежи, так и среди представителей старшего поколения. Все собранные средства перечислены на счет благотворительного фонда Ашана на лечение тяжело больных детей. На Алла Кове, Беслан Щенджири, Абхазское телевидение. Ну и в конце выпуска, как обычно, информация о погоде. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин